В студии актуального микрофона Надежда Лысенко. Здравствуйте. Сегодня гость программы Роман Протасевич. Поговорим об актуальных событиях сегодняшнего дня. Роман, здравствуйте. Добрый день. Я обратила внимание, что вас представляют просто Роман Протасевич. Уже, по идее, все знают, кто вы есть. Но вот наш коллега Григорий с СТВ ещё обозначил вас к самой известной рабочей Беларуси. Как вы сами себя позиционируете и представляете сегодня, учитывая такой разброс большой сфер деятельности? То есть от журналистики, которой вы занимались очень долго, до рабочего сварщика, которым вы являетесь сегодня. Как всё-таки? Что в душе? Что первое хочется сказать про себя? Ну, я думаю, выбор очевиден. Это, безусловно, тот факт, что я журналист, потому что я работал в журналистике с 2012 года. И то, что сейчас я там пока только три месяца работаю на заводе, это ещё не значит, что я там сварщик или что я там планирую связать со сваркой всю свою жизнь. Нет. Это просто на данный момент скорее способ заработка и вообще добыча каких-то средств существования. Ну и помимо того, всё-таки работа руками, и это тоже что-то новое для меня. Но так в целом я, прежде всего, самый обычный человек с весьма необычной жизнью. Тем не менее, интеллектуальным трудом вы всё равно занимаетесь. Даже вот последние дни было много ваших комментариев по событиям. Чувствуется, что рабочая профессия – это пока ещё не совсем ваша. Интересно в этой связи, как вы попали туда. Три месяца не так давно, но с чем был вызван этот выбор? Как бы там ни было, мне достаточно тяжело найти работу с учётом судимости, с учётом того, что, в общем-то, моя фамилия и моё лицо, можно сказать, на слуху. Я понимал, что, ну, во-первых, в журналистику, наверное, я едва ли смогу вернуться. Во-вторых, я искал какие-то варианты, в том числе и в сфере IT и так далее. Ну, везде как-то вот казалось, что вот почти-почти, но всё-таки отказывали, даже после там нескольких собеседований и так далее. Я решил, что надо искать, значит, вообще что-то новое, учиться какому-то новому навыку. И выбор именно профессии сварщика был обусловлен прежде всего тем, что я, по сути, просто открыл сайт с вакансиями и просто два дня полностью мониторил рынок труда вообще абсолютно по всем вакансиям, по разным специальностям, спецификам, отраслям и так далее. Я просто искал, что сейчас наиболее востребовано и где сейчас, в принципе, наилучшее соотношение трудозатрат и зарплат. Я бы назвал это так. Ну и вот мой выбор пал на профессию сварщика, потому что достаточно невысокий порог вхождения, то есть я отучился курсы и потом вот устроился на госпредприятие. Да, вот первые три месяца все равно обучение, но в период обучения и зарплата выплачивается, плюс уже сразу приобретаются навыки. Вот я как раз сегодня вот уже получил третий разряд и дальше вот буду нацеливаться на четвертый уже. Ну поэтому вот как-то так, то есть это был скорее осознанный выбор с точки зрения того, что наиболее востребовано и что будет востребовано еще долгие годы, что не заменят там, не знаю, нейросети, например, и настоящая какая-то мужская работа, тем более, что я всю жизнь работал, скажем так, условно говоря, головой и языком, в плане того, что я журналист и как бы публичное лицо, и всегда был интерес попробовать делать что-то руками, попробовать такую настоящую мужскую работу, если можно сказать, ну и вот пробую уже больше трех месяцев. В вашем телеграм-канале одно из последних сообщений, которые вы написали, постов, что вы собираетесь в ближайшие недели всех очень удивить. Собираюсь. Может быть, раскроете этот секрет. Я понимаю, что, наверное, если бы вы хотели сказать, вы бы сразу сказали, но тем не менее, если уже сказали, а, хочется услышать какое-то продолжение. Кого в первую очередь вы удивите? Белорусов, которые в нашей стране живут? Или это удивление будет для тех, кто покинул пределы нашей страны? Давайте я скажу, наверное, так, что это будет не какое-то политическое заявление. Я могу сказать только одно слово справа. Дальше уже вы можете трактовать это, как хотите. Ну это примерно и ваш телеграм-канал так называется. Да, но это не будет напрямую связано с телеграм-каналом. Одно событие, один факт из вашей жизни, который тоже не носил, на первый взгляд, политического характера, надел очень много шума. Уже все про это знают, все говорили. Ваш отпуск, когда вы совершенно спокойно выехали за пределы Беларуси, поехали в Эмираты, смогли отдохнуть. И для всех это реально был шок. Хотя, на первый взгляд, это не политическое событие. Вы знаете, я скажу так, что в целом и относительно моей ситуации и моей жизни в целом у очень многих людей весьма странное восприятие реальности. Причем неважно, с какой стороны и каких политических взглядов человек. Почему-то у всех какая-то больше сформировалась картинка, которая на самом деле имеет мало чего общего с реальностью. Реальность такова, что я, как обычный гражданин, я живу, я работаю, и с учетом того, что я погасил задолженность перед налоговой и с помощью апелляции добился отмены решения суда по выплате космических 27 миллионов рублей штрафа за протесты, за организацию протестов в 2020 году. Ну и все, у меня не осталось никаких оснований для того, чтобы мне запрещали выезд из страны. То есть, да, единственное, что у меня осталось, это непогашенная судимость, но с непогашенной судимостью можно выезжать за пределы Республики Беларусь. А вы, кстати, ту сумму астрономическую вообще представляли себе? Если бы, например, эта апелляция не была удовлетворена каким образом, вот как существовать с таким долгом? Ну, до конца жизни бы платил процент заработной платы, все. А что тут еще сказать? Вы знаете, тут, по-моему, это все безальтернативно. Как вы все-таки оцениваете реакцию ваших бывших коллег по журналистскому цеху? Вот, на первый взгляд, на этот простой факт, человек, гражданин Беларуси, выехал в отпуск. К вам же отношение будет не как к рядовому гражданину Беларуси от ваших бывших коллег? Ну, да, но вы знаете, я скажу так, что сейчас для меня какие-то упоминания или, не знаю, гадости или просто рассуждения, которые идут, это не более чем информационный шум. И я научился давно от этого всего абстрагироваться. Ну, честно, я даже не слежу, что там, какие СМИ, блогеры или деятели пишут, говорят и так далее, потому что, ну, объективно, я ничего нового, наверное, о себе уже не узнаю. Все, что нового о себе мог узнать, уже узнал за прошедшие пару лет. На что я хотела обратить внимание, что вот упрек, ну, это даже, наверное, не вам, это упрек нам, журналистам, что в последнее время как-то очень сильно много уже стало Прокосевичем в нашем эфире. Угомонитесь, зачем пиарить персону, пусть все идет, как оно идет. Но оно на самом деле все идет, как идет. Но вот как вы прокомментируете такое? Наверное, если бы я не представлял какой-то интерес, и, может быть, если бы я не был интересным спикером, меня бы не приглашали. Это, кажется, звучит весьма логично. Поэтому, да, у меня, собственно, есть о чем говорить, тем более, что, да, у меня достаточно долгий промежуток времени была в целом в жизни какая-то апатия, когда я очень долго просто просидел дома, и мне не хотелось даже, там, с дома выходить, там, с людьми разговаривать. Я считал, что мне как-то нечего сказать и о чем вообще говорить. Но вот как-то постепенно-постепенно я вроде бы из этого такого вот ментального болота выбрался, и сейчас, как видите, полон силы и готов рассуждать практически на любые темы. А не страшно было из этого ментального болота выходить, вот находясь здесь, вот и поначалу? Ну, вы знаете, я скажу так, что это как выход из зоны комфорта. Это постепенно просто нужно делать, иногда приступать через себя, заново как-то социализироваться и делать шаги навстречу людям, обществу и навстречу самому себе. Ну, хочу сказать, что вы сделали очень смелый шаг. На самом деле, отправившись в отпуск за пределы Беларуси, у вас уже спрашивали, не страшно ли было выезжать? Есть ответ, ну, вот я уже за вас скажу, что если бы, например, поехали в западную страну, то там бы спецслужбы явно бы воспользовались этой возможностью. Но здесь же разговор, возможно, даже и не только о спецслужбах. Разговор о тех людях, с которыми вы работали, о тех людях, которые могут вам, например, желать отомстить или желать расквитаться за что-либо. Вот этого не боялись, не страшно? Ну, если честно, вот мне за вас было страшно. Я себя... Сложно представить себя в вашей ситуации, но очень бы подумал бы выезжать или куда-нибудь. Ну, вы знаете, наверное, есть смысл чего-то бояться, если действительно совершил какое-то преступление, сделал что-то страшное и так далее. Моя совесть честна, мне бояться не за что. То, что где-то про меня писали какие-то, в том числе и в оппозиционных медиа, точнее, в основном в оппозиционных медиа, какие-то небылицы и вещи, которые не имели отношения с реальностью. Ну, было обидно в какое-то время. Потом я просто перестал обращать на это внимание, потому что на меня вылили кучу ушатов с помоями, зная, что я, может быть, по тем или иным вопросам просто не могу ответить, так как, во-первых, это тайна следствия, во-вторых, некоторые вещи, ну, не для публичного разглашения. Поэтому какое-то время мне было обидно. Потом я успокоился, и сейчас, как я уже говорил, я даже, ну, я просто не читаю, не смотрю то, что пишут, и за что мне переживать, если моя совесть чиста. Да, хорошо, вы можете абстрагироваться, но ваши коллеги, бывшие по вашему журналистскому цеху, так называемой оппозиционной медиа, как вариант, они, может быть, другие, может быть, просто белорусы, которые сбежали в 2020 году или после этого, захотят за что-то вам отомстить. Все-таки, ну, вы повлияли на жизни многих людей. Да, я, безусловно, был одним из организаторов и так далее, но каждый человек так или иначе сам принимал определенные решения, которые изменили его судьбу. Это, понимаете, это примерно то же самое, как вот говорили, что вот из-за политики там в 2020 году распалось очень много семей. Так эти семьи, они распались не из-за политики, а просто это был еще один из поводов, и это означает, что в семьях и так все было, мягко говоря, негладко. И точно так же там с человеческими какими-то судьбами, жизнями и так далее. И тут скорее вопрос в том, что, во-первых, я опять же подчеркну, что моя совесть чиста, во-вторых, пожалуйста, то есть ко мне даже если иногда люди подходят на улицы, мне что-то спрашивают, я абсолютно прямо честно отвечаю и я абсолютно открыт к разговору. Если есть, да, ко мне какие-то претензии, там, не знаю, какие-то необоснованные угрозы, пожалуйста, я готов с этим, наверное, говоря уже каким-то психологическим языком, языком психолога. Я готов работать с этими возражениями, у меня, мне есть что сказать практически по любому поводу, и, ну, как бы все, а бояться, ну, если бояться, то это надо сидеть дома, никуда не вылазить и, там, не знаю, поменять имя, внешность, квартиры и так далее. — Скажите, вы сказали, что с вами созванивались, либо вы созванивались со своими знакомыми, с которыми несколько лет не было связи, которые сейчас проживают в Польше. Они не изъявляли желание вернуться в Беларусь? — Ну, не только в Польше, но и в Литве, и я скажу так, то есть это и там, и там, это не в одном определенном месте, причем даже не все эти люди сейчас находятся в неких там политических кругах, политических организациях, но не суть. — Есть, а всегда есть, и в последнее время особенно растет, я бы сказал, значительно растет количество людей, вот какая-то новая волна пошла, желающих вернуться в Беларусь, но многих, во-первых, пугает неопределенность, многих пугает, что вот, а вдруг все равно я там даже напишу в комиссию и все равно меня на границе задержат. — Но, опять же, во-первых, я лично не знаю еще ни одного случая, когда бы человек писал в ту же комиссию по возвращению, после этого возвращался, и с ним что-либо неприятное происходило, еще не было ни одного такого случая, не знаю, может быть, они, конечно, были, но мне кажется, вряд ли. — Если тебе говорят, что да, есть какие-то за тобой прегрешения, ну логично, что этот человек, наверное, не захочет возвращаться. А если тебе уже ответила комиссия, что да, никаких проблем, то, конечно, с какой стати будут эти проблемы? — Да, да, многих в целом такой достаточно большой страх, причем абсолютно неопределенный. Почему? Еще потому что люди, которые уехали из страны, они так или иначе живут информационно в такой белорусской общине, информационной опять же, где очень сильно множатся различные страхи, страшилки, какие-то перевернутые с ног на голову новости, и вот это все. И на выходе мы имеем то, что зачастую это начинает играть как настолько испорченный телефон, что у людей какое-то вообще в корне неверное представление о том, что на самом деле, как бы это банально ни звучало, жизнь продолжается, о том, что уже давно закончились вот эти все какие-то склоки, информационное противостояние в полной мере, вот это вот транслирование какой-то ненависти. — Этого уже нет. И это понимают очень немногие, потому что большинство все равно живет вот в этом собственном информационном пузыре из тех, кто там. И у них вызывает диссонанс, когда начинаешь рассказывать, как все есть на самом деле. То есть я могу сказать, что да, тем не менее, я смог уже помочь двум людям вернуться сюда, в Беларусь. Может быть, не очень медийным, но тем не менее. И есть несколько человек, которые уже достаточно давно вот все хотят-хотят, но не могут решиться. — Побаиваются пока. — Да. И еще дело в чем? В том, что очень многие люди, которые находятся там, они так или иначе связаны с какими-то политическими структурами. И они понимают, что для них, если они уйдут там, допустим, из определенной политической структуры, то кем они там будут работать? Что они дальше будут в жизни делать? — А возвращаться в Беларусь для них — это все равно осознание того, что и спецслужбы, и правоохранительные органы прекрасно знают, что этот человек там долгое время находился в определенных политических кругах. И человек понимает, что если он приедет, у него еще не будет достаточно долгое время спокойной жизни, даже если к нему нет претензий с точки зрения закона. И вот это тоже иногда вызывает вот такой легкий диссонанс с той точки зрения, что человек может даже осознавать, что с точки зрения законов претензий к нему не будет, но то, что там будут неоднократно вызывать на какие-то допросы, свидетельские показания и так далее, это тоже не самый, может быть, приятный момент для любого, в принципе, человека. В целом, эта тенденция есть, тем более сейчас, когда уже становится очевидно, что оппозиция окончательно сдулась, если можно так назвать, о том, что им уже банально нечего предложить, и доверия к ним уже нет никакого. И уже, я думаю, осталось совсем малое количество каких-то ярых фанатиков, которые до сих пор делают какие-то заявления про новую Беларусь, про какую-то новую власть, про какие-то совсем нереалистичные политические вещи и так далее. Даже там процент этих людей, ну я бы сказал, что, наверное, 5-10% от всех тех, кто изначально был оппозиционно настроен. А кто сегодня вообще представляет какую-то политическую, условно, в кавычках, политическую силу оппозиционную в Польше? Наверное, лучше не у меня спрашивать, потому что я тоже это с трудом представляю. То есть реально уже некого, это получается, ну, по сути, ну, пустышки, не побоюсь этого слова, пустышки. Слушайте, давайте так, из каких-то крупных оппозиционных политических фигур осталось с большего только две. Это Тихановская, которая получила статус бессменной лидерки оппозиции, что уже звучит как-то немного странно, да. Как же там сменяемость власти, демократия, голосование. Те голосования тоже, конечно, спорно, когда вот были выборы в оппозиционный парламент. Сколько там всего проголосал? 6 тысяч человек, 6,5 тысяч, из которых еще непонятно, сколько было накручено. Вот. А второе, это Латушка, которая... Противостоящая ей, несмотря на... Тем не менее, даже бытность чиновникам достаточно высокого ранга здесь, в Беларуси, не показывала абсолютно никаких результатов, как руководитель. И уж тем более он не может показать их там. Поэтому, ну, вот остается две таких фигуры, которые реально до что-то могут претендовать хотя бы внутри оппозиции. А, собственно, возникает вопрос, из чего-то выбирать. Потому что и тот, и тот вариант, ну, мягко себе, не очень. Мягко говоря, не очень, да. Ну, причем это все уже увидели. Вот самое главное, что... Вы наверняка посмотрели фильм расследования Белтеля радиокомпании «Убийственный заговор. Цель Лукашенко». Я думаю, что вы посмотрели и перекрестились. У меня такое чувство. Тем более, что вы сказали, что вы с Зинковичем были знакомы. То есть вы могли, в принципе, быть втянуты в том числе в этот заговор. Ну, к счастью, я не оказался непосредственным участником заговора. Но я был свидетелем того, как все это развивалось. Я это публично заявлял, и в том числе и со следствием отдельно давал показания по этим вопросам. В плане того, что я присутствовал на созвонах и так далее. Я был лично очень хорошо знаком со Щегельским и Зинковичем. Причем еще, на самом деле, больше 10 лет я с ними знаком. И я, по сути, был эдаким посыльным между заговорщиками и штабом Тихановской. Потому что они хотели, разумеется, привлечь и штаб как политическую силу определенную. Плюс как силу, которая могла бы раздобыть необходимые финансы. Может быть, где-то предоставить полезные контакты, связи и так далее. И поэтому я был в курсе, что происходило. Но, опять же, я был, по сути, просто посыльным. Я не принимал никакие решения. Просто меня использовали как человека, который мог условно свести две стороны. Но сразу могу сказать, что даже внутри самих заговорщиков, и уж тем более у представителей штаба, были бы очень большие вопросы к реалистичности вот этого плана, к реалистичности вообще военного переворота и так далее. Это с самого начала вызывало буквально у всех очень много вопросов. Это вызывало много вопросов, но факты все равно подтверждены. Зинкович все очень конкретно расписал. Какой был план? Я даже зачитаю. Потому что это, мне кажется, стоит разобрать. Потому что, не дай бог, что-то даже на уровне планирования может повториться. План блокирования Минска частями армии, покинувшими места своей дислокации. Ну, то есть, это, по сути, украинский вариант. Это с самого начала уже украинский вариант. Танковый батальон блокирует и страшенский городок. Все, кто там находится, берут в плен. Другие силы выдвигаются в центр города, захватывают резиденцию президента. Человек, не посвященный, не интересующийся глубоко политикой, подумает, ну, этого не может быть. Но когда ты понимаешь, что на кону, когда озвучиваются конкретные суммы, которые были за это, когда ты видишь конкретный план, что он был. То есть, ну, план просто так не рисует, понимаете? Ружье, если оно висит, оно выстреливает. Ну, с точки зрения какой-то идеи, я не знаю, выдумки и так далее, тут нет абсолютно ничего нового, даже с точки зрения каких-то исторических событий, потому что, по сути, это один в один то, как произошел переворот в Чили, когда Пиночат пришел к власти. Абсолютно ничего нового, абсолютно классические сценарии, не было чего-то прям необычного, на самом деле, даже из того, что вы озвучили. С точки зрения самой идеи, на мой взгляд, важно придавать значение не тому факту, что что-то такое планировалось, что многие даже там и где-то в чатах люди могли желать чего-то нехорошего президенту и так далее. Важно понимать, что это, по сути, признание того, что иначе страну не захватить. Только таким образом, что люди не пойдут, люди не будут менять власть, потому что абсолютное большинство все устраивает и так далее. Единственный способ это силовой, это убить президента, его семью, его окружение, захватить все танками буквально, и это единственный вариант. И важно, на мой взгляд, акцентировать внимание как раз на этом. Это прямое признание того, что уже тогда все понимали, что иначе невозможно. Не знаю, это у вас оговорка или это уже такое признание этого факта. Получается, что разговор шел не о смене власти, вот как говорили, демократическим путем надо сменять, а захватить страну, вы сказали. Военный переворот в принципе не является демократической процедурой. Это все такое прикрытие, понимаете, для людей, которые... Ну, слушайте, это же не скрывали, что это будет военный переворот, и к демократии это, безусловно, не имеет никакого отношения, потому что демократическая смена власти, это смена власти через волеизъявления народа, через выборы, через какие-то референдумы и так далее. Это если рассматривать в теории, а на практике, что мы видим, что все военные перевороты, которые совершаются сегодня в мире, они совершаются под предлогом демократических изменений. Вот в чем, понимаете, ловушка, в которую... Сейчас, к счастью, они только где-то, я бы назвал, в глубоких африканских странах. В остальном, к счастью, в мире уже как-то побольше стабильности, нет настолько резких потрясений, тем более в каких-то крупных и влиятельных странах. Да и я не думаю, что уже когда-либо будут, потому что в большинстве стран мира, и в том числе и в Беларуси, уже есть определенная прививка от каких-то таких действий, и все понимают, что делать, если на улице вдруг появятся вооруженные люди, в том числе наши правоохранительные органы. Вы знаете, здесь я с вами не соглашусь. У белорусов действительно уже, у большинства есть прививка, очень много работы проделано, много было объяснений, объяснений, разъяснений, но по периметру, что происходит, мы видим, к сожалению, обратное. Когда пытаются втравить Беларусь в военный конфликт или перенести, например, с территории той же Польши, с той же Прибалтики, мы здесь рядом, мы понимаем. Но если нагнетается ситуация, то, извините, здесь далеко не во всех странах такое понимание есть. Что демократия современная, это совсем не демократия, в том понимании, в котором она, по идее, в теории, в учебниках прописана. Давайте, наверное, начнем с того, что я считаю, что Беларусь вообще находится, в принципе, сейчас в новом этапе вот этой холодной войны между Западом и Россией. И просто, если раньше это было практически охарактеризованное и очень очерченное противостояние, сейчас оно стало намного шире и проникло в гораздо большее количество сфер. И просто Беларусь, к сожалению, тоже стала участником этой холодной войны. Экономической, политической, информационной тем более. И вот это вот все, даже как президент выражался, бряцание оружием на границе, это все элементы этой холодной войны. Поэтому в какой-то степени, я считаю, можно сказать, что Беларусь уже сейчас находится в состоянии холодной войны. И более того, это будет продолжаться. Но, безусловно, и мне, как, наверное, миллионам других простых белорусов, хочется, чтобы такого напряжения не было. Потому что мы привыкли жить спокойно и мирно. И я не думаю, что есть желающие, которые хотели бы, чтобы Беларусь оказалась в состоянии реальной войны. В Беларуси, конечно, нет таких желающих. Но по периметру очень много желающих. Даже не по периметру, извините, за океаном. Желающих развязать здесь конфликт на территории, в том числе и Беларуси. Может быть. Но самое главное, что пока этой войны нет. И я надеюсь, никогда не будет. Очень хочется вместе с вами надеяться. Но вы знаете, к сожалению, настолько чувствуются эти опасения. Возможно, вы заметили, я почти уверена, что вы заметили, что то, о чём говорит президент, оно как-то всё сбывается, всё реализуется. И последнее время глава государства, он не единожды уже говорил, что об опасности, которая сегодня существует, об опасности перехода этой холодной войны в горячую войну. То есть ощущение такой немного напряжённости есть. И надеяться, конечно, хочется, что нам повезёт, что мы сможем этот сложный этап пройти. Ну, я, наверное, скажу с какой-то общей мужской точки зрения. Потому что в целом я вижу примерно похожее отношение к этому вопросу даже в рабочем коллективе, в целом и везде. О том, что пока войны нет, хорошо. Начнётся, ну, все мужчины знают адрес своего ближайшего военкомата. Тогда уже будем говорить. А пока, к счастью, да, нужно понимать, что есть определённая опасность. Но я считаю, что не стоит, может быть, чрезмерно и заранее разводить какую-то панику и нагнетать обстановку в обществе. Потому что если начнётся, то уже начнётся. И, ну, тогда уже всё будет более-менее понятно. Тогда будет простой, чёткий, понятный план действий. Да, о том, что... Особенно для каждого мужчины или для большинства мужчин в нашей стране. Потому что я уверен, что все встанут на защиту своего дома. Поэтому пока этого нет, ну, может быть, будет немного лишним разводить чрезмерно много паники и разговоров на эту тему для того, чтобы в обществе не было страха. Тут, понимаете, есть очень тонкая грань между тем, чтобы мотивировать общество и людей быть более собранными, быть готовыми. И между тем, чтобы это была уже паника и страх. Очень важно соблюдать... Не переходить вот эту тонкую границу, когда состояние вот этой мобилизованности общественной уже будет перетекать в панические настроения и страхи. Я согласна. Но вы знаете, мне кажется, нам это не грозит, белорусам. Вот вы недавно обсуждали нашу белорусскую идею национальную, что надо всё-таки, чтобы она была более чётко очерчена, чтобы было понимание ясное, в чём наша национальная идея. Я согласна с вами, что она ещё сегодня в таком изменяющемся мире, она как раз-таки очень чётко может и сформироваться. Но на предложение основывать её на том, что белорусы, миролюбивая нация, толерантная ко всем, дружелюбная, не может ли стать это ловушкой, когда мир сегодня недружелюбный по отношению в том числе и к нам? Когда, может быть, иногда надо проявить силу и сказать, ну если к нам с мечом, то и мы можем. Здесь вот так вот думать, что все вокруг хорошие, и мы ко всем с любовью и с дружбой, мы можем от этого пострадать, к сожалению. Я считаю, что национальная идея прежде всего должна задавать какую-то цель, программировать на то, чтобы и наши, и следующие, и много следующих поколений шли к этой цели, чтобы это была какая-то цель, это был какой-то идеал. Да, идеалы недостижимы, но хотя бы двигаться в этом направлении. Поэтому, наверное, неправильно будет говорить о том, что именно вот эта вот померкованность, как часто говорят, это какая-то национальная идея. Нет. Национальная идея, это прежде всего должна быть какая-то цель и точка, к которой общество и народ будут двигаться. То есть перспектива. И то, что объединяет, именно объединяет с точки зрения белорусов как общности, как народа, как вот одной, пусть и очень большой, ячейки общества. А давайте пособираем предложение. Вы знаете, это, мне кажется, мы тогда точно не уложимся в эфир, потому что как-то много лет всё вот как-то эта идея по чуть-чуть формируется, формируется, но она до сих пор не сформирована. И я думаю, что это будет обязательно сформулировано, но всё-таки в будущем, потому что пока само будущее, оно слишком туманно, особенно когда вокруг идёт так много тревожных и пусть и не пугающих, но настораживающих событий. Ещё всё тысячу раз может измениться. Но я надеюсь, что если изменится, то к лучшему. Ещё один факт, который, к сожалению, не показывает, что некоторые люди готовы меняться к лучшему. Вы и у себя в Телеграм-канале давали информацию о тех людях, которых помиловал президент Беларуси после обращения за те правонарушения, которые были совершены во время протестов. Большинство, конечно, это воспринимает с благодарностью, как надежда на свою возможную дальнейшую хорошую жизнь. Но, к сожалению, не все. Есть, к сожалению, случаи, когда помилованные покидают сразу, единичные покидают Беларусь, и потом фактически на этом хайпуют. Вот. Кого они, кстати, в первую очередь предают вот таким поведением? Ну, вы знаете, может, конечно, не там хайпанут в какое-то отдельное время, но сколько это продлится? День-два, прежде чем про них все забудут. И они себе ещё и сразу закроют дорогу обратно домой. Ну, если так хотят делать новое. Это их выбор, но, значит, жизнь их ничему не научила. И, кстати, даже если логически подойти с этой стороны, если ты выступаешь за то, чтобы все были освобождены, тебя самого освободили, но ты тем самым своим таким поступком ты закрыл, возможно, это неизвестно, возможно для других людей, чьи апелляции сейчас, или просьба помилования лежат на столе у президента, например, либо те, кто собираются. То есть это, ну, извините, камень в свой же огород. То есть за что тогда вы боретесь? Ну, вы знаете, я считаю, что просто на определённом этапе многие люди перестают думать о каких-то высоких идеалах и начинают думать исключительно о себе и о каком-то своём будущем. И, с одной стороны, это нормально, потому что каждый человек так или иначе в душе эгоист. Всё равно. Другой вопрос в том, что да, ну, к счастью, кстати, таких случаев не так много. Единичное. Люди, и опять же, даже тот факт, что люди уезжают, лишь подтверждают то, что государство их полностью освобождает от всего. А они тут не сидят, там, запертые под арестами, без возможности выехать и так далее. Это, наоборот, опять же, понимаете, всё зависит от того, с какой перспективы на это смотреть. Да, вот они там уехали, там что-то наговорили, но, во-первых, какой процент из этого будет правдой? Во-вторых, ну, даже если они там где-то один раз дадут какое-то интервью про них через неделю, в лучшем случае, а то и меньше, уже все забудут. А что они будут делать дальше, как они там будут строить жизнь? И, опять же, всё зависит от точки зрения. Да, там, их освободили, они уехали, это их право, в конце концов, потому что всё, они отбыли своё наказание, их помиловали, они свободные люди, они вольны делать всё, что хотят. Их право, их выбор. И, опять же, всё равно, даже если они где-то выступят и там что-то скажут, это никаким образом не скажется на стороне. Никаким. Я в этом более чем уверен. В Беларуси сейчас нужно развиваться именно вот с точки зрения информационной подачи и заинтересовывать простых людей, больше рассказывать о Беларуси, перестать там говорить про политику, про какие-то напряжённости, а делать так, чтобы работало сарафанное радио, чтобы как можно больше людей просто, вот, я не знаю, приезжали как туристы, чтобы у них была возможность, если им здесь понравится, остаться. Я это вот уже отмечал, очень известный случай сейчас в соцсетях, где парень из Англии приехал. Да, 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 да. Я хотел даже про него и спросить у вас. Вот, и о том, что он, и оказывается, что вот, для человека, который просто вот путешествовал по Европе, приехал в Беларусь, молодой парень, и вдруг решил здесь остаться, не так просто тоже получить все документы, о том, что он даже запустил в ТикТоке целый челлендж, там сотни видео были, где он запустил челлендж, который назывался «Дайте хлопцу ВНЖ». И это был целый челлендж, я не знаю, правда, как сейчас там развивается эта история, достаточно давно не видел какого-то обновления информации на этот счет, но тем не менее, может быть, да, во-первых, сделать не только вот без виз, но сделать возможность получать хотя бы какие-то визы на полгода на год, не обязательно сразу ВНЖ, хотя бы какие-то визы для тех, кто действительно хочет вот приехать и не сразу там связывать себя какими-то крупными обязательствами с государством, а просто для начала попробовать пожить у нас. Я уже отмечал, что лучше любой пропаганды, там, красиво снятых роликов, какой-то агитации лучше всего будет работать сарафанное радио. И тогда, когда это будет сарафанное радио, касающееся не каких-то людей, может быть, иногда с достаточно мутной биографией, а когда это будут вообще абсолютно простые люди, без какого-либо, говорят, современным языком бэкграунда, когда это будут просто приезжать там не какие-то там политические активисты в Беларусь, здесь как в политическую биржу, а когда начнут приезжать вообще обычные люди и говорить, всё, вот я хочу здесь жить. Это будет иметь гораздо больший эффект, чем тысячи даже профессиональных и там на голливудском уровне отснятых роликов, которые потом будут выгружаться на YouTube и так далее. Вы знаете, такие ролики вижу. Да, наверное, может быть, их могло бы быть и больше, но они есть. И, кстати, они не сказать, что вот прям профессионально красиво сняты, но если ты с искренностью снимаешь, делаешь какой-то медиапродукт про свой город, про свою страну, если это искренне, оно всегда будет красиво. Спасибо, Роман, что пришли сегодня к нам в студию.